Девушки отдыхают Здравствуйте! Я стою здесь с крюченным шахматным конем, лишь потому, что искренне верю, что можно всю жизнь творить дикую адскую херню, а потом сделать серьезное лицо. И в России найдется тот процент имбецилов, которые все равно за меня проголосуют. Нет, ребята, нет слов, но нет слов, что у вас там в России происходит. Куда смотрит Владимир Владимирович? Александр Григорьевич, успокойтесь, Ксюша, наверное, просто пошутила. Сегодня 1 апреля ведь, да? Так ведь? Хотя нет. 25 ноября... Решив кардинально изменить свой имидж, всеми наша любимая Ксения Собчак... О чем это я? А, решила податься в президентство. До этого она какое-то время корчила себя серьезную журналистку. Ну, все равно как-то получалось, знаете, ребята, как будто говоришь вот с тем сраным психологом, с которыми я имел неудовольствие разговаривать несколько раз в жизни. Все они были девочками и учились на факультете психологии. В частности, это было три моих знакомых девушки, которые там учились, с которыми у меня происходили разговоры на те или иные темы. И все они, знаете, были очень-очень похожи на Ксению Собчак в годы ее журналистики, когда она отошла от образа распутной девки и прекратила светить голой задницей в экран. Ну, и все, что она вот делала всю свою сознательную жизнь. Вот они очень были похожи вот на тех девочек, когда садишься, пытаешься вести какой-то диалог, ну, как она берет интервью, так же я садился с этими девочками и пытался до них достучаться, что-то объяснить. Но разговоры они строить не умеют, ибо очень и очень глупые. Несмотря на то, что очень много информации у них в голове, но не нужно путать, как я уже не раз говорил везде и в интервью, и в письменных каких-то своих посланиях на своей официальной странице или в группах у себя где-то. Умный человек и просто много всего знающий — это разные вещи. То есть второе — это заучка, а первое — это мыслитель. Человек, умеющий строить логические связи, умеющий видеть суть вопроса, ну, просто заниматься не болтовнёй, не перебиранием энциклопедических данных, которые у него в голове, а вот именно говорить по существу. Она меня два раза интервьюировала, поэтому я имею представление о этой девушке. На мой взгляд, она глупая, совсем дура набитая. И вот с теми девочками, с которыми научились на факультете психологии, у меня были такие разговоры, и все они были одинаковые. В какой-то момент от них начинало просто тошнить. Они очень-очень много говорят, очень много говорят. Но они даже не могут понять, казалось бы, ты им излагаешь логическую цепь какую-то, они на нее выдают тебе совершенно какую-то ахинею. Но что с точки зрения сущностных смыслов развития экономики России и политики России вы можете противопоставить Путину? Вот в чем ваше глобальное... Раз мы заговорили о образовании, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о внутрисистемном кризисе матричной системы социума? На мой взгляд, она глупая, совсем дура набитая. С двумя дипломами, один из которых красный. Дура набитая. Несмотря на то, что она ушла от образа такой вот этой распутной девки, она, тем не менее, вот свое распутство это применила в журналистике. То есть она любими способами, любимыми методами пытается сделать из интервьюируемого человека полного дурака. Она его провоцирует, неважно как, ей неважно узнать мнение человека, ей неважно разобрать какой-то спорный вопрос, привести к какому-то логическому завершению. Нет, ей нужно сделать из него дурака. Вот эта вот противная сущность, которая в ней сидит, раньше она выливалась вот в это вот все вот пьяной девкой, а теперь она серьезным видом одевает очочки и начинает делать из себя умного журналиста, оппозиционера какого-то дичайшего. Теперь ее пьяно-развратные фильетоны никого не интересуют, и она решила хайпиться по-другому, вот так вот. Серьезная журналистка. А теперь президент? Когда человек идет на выборы президента, и я знаю, и я никуда от этого не делаюсь, что он называет детей мелкими пидами, и говорит, что пусть они сдохнут. Это не имеет значения, Юр, потому что у меня есть маленький ребенок, Платон, которого я очень люблю, мой сын. Почему мы вообще должны это обсуждать? Да, я иногда ругаюсь матом. Воу-воу-воу, Ксюша, полегче. Хорошо, а не хочешь про детей, не будем говорить про детей. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ну, расскажи нам, пожалуйста, Ксения, не стыдно ли тебе за передачу «Дом-2»? Ты много лет разжижала людям мозг ей. Скажи что-нибудь по этому поводу. По поводу «Дома-2». Ну, послушайте, это моя работа, 8 лет этому проекту. Нет, Ксюш, подожди, ну нельзя же сваливать все на работу. Волонтеры на войне, тоже наемники какие-нибудь, им скажут убивать детей. Приказ такой был. Женщины, дети, они пойдут их убивать. Ну, нельзя же потом говорить, что это моя работа. Ответственность-то за свои действия нужно же какие-то нести. Если тебе дают руководить передачей, вести передачу, в которая действительно разжижает людям мозги и убивает просто новое поколение наций, подрастающие, которые это смотрят. Нельзя же говорить, что ты ни при чем. Человек не должен пачкать себя в том, что ему неприятно делать. Правильно? Если тебе предложат какую-то работу, где нужно с голой жопой ходить, ты же наверняка откажешься. Ну, я не уверен, конечно, насчет тебя, Ксюш, но другая девушка наверняка, больше процентов девушек отказались бы от такой работы. Здесь же все просто. Наверное, тебе предложили большую кучу денег за то, чтобы это вела, и ты просто поступила с моральными принципами, так ведь? Я его начала, когда еще училась в МГИМО, кстати, заканчивала МГИМО, и я помню, что... Ксюш, вот нам вообще неинтересно, где ты училась и что ты заканчивала. Ты давай к сути вопроса, пожалуйста. Я не скажусь дома два, я могу сказать сразу. И вы можете разделять это мнение, не разделять, но... Ну, конечно же, мы не разделяем, Ксюша, это мнение, поэтому тебе вопрос этот и задается, потому что стыд аббата это стопроцентное. Это люди, может быть, они из чуть-чуть другой социальной прослойки, может быть, эти люди, они не заканчивали МГИМО. А, так это люди такие там, то есть себя ты такой не считаешь, то есть тебе не стыдно за людей, которые там вытворяют дичь, но сама ты не такая, да? Я правильно тебя понял, Ксюша? Это тоже люди со своими проблемами, пусть иногда мелкими, смешными, надуманными. Мелкие, смешные, надуманные проблемы? Да там рожу девушкам бьют, там матерятся, там за волосы друг друга таскают, там омерзительные сальные лапания и шуточки везде, сплошь и рядом. Там омерзительная бытовуха, крики на девушек, унижения. Там всего очень много, это не милые шуточки какие-то. Ксюш, ты пойми, о чем, в чем претензия-то к тебе? Мне интересно общаться с этим срезом общества, с которым, может быть, в своей реальной жизни я вряд ли где-то столкнулась. А, ну то есть вот выяснилось, этот срез общества к тебе не относится. Ты сама подтверждаешь, что ты как бы из другого слоя. Но опять же встает такая небольшая дилемма, Ксюш. Ну вот, если ты из другого среза общества, и ты воспитана не так, участвовать в этом бедлами, ну это же зашквар, Ксюша. Какие бы деньги за это не предлагали, это же зашквар. И для меня это колоссальный опыт. Колоссальный опыт можно получить много где еще. Например, в публичном доме в какой-нибудь, или на героиновой фабрике. Почему ты выбрала дом 2? В наркопритоне в каком-нибудь можно было опыт, очень много опыта получить. Или с бомжами пожить на помойке. Но ты выбрала дом 2, где хорошо платят. Я могу сказать, что все остальные мои проекты, работа на первом канале, работа на НТВ, работа на пятом канале. Ксюшенька, хватит говорить про каналы и про другие твои проекты. Мы тебя спрашиваем про дом 2. Этого всего не было, если бы не было такого невероятного, каждодневного опыта общения с совершенно разными людьми, совершенно другой жизни. Опыт общения с каждодневными людьми, Ксюша, это другое. Ты можешь столкнуться с разными людьми, с разных социальных прослоек. И если ты умеешь говорить с каждым человеком из любой из этих прослоек, то честь тебе и хвала. Вопрос-то здесь не в этом, Ксюш. Ты же окунулась во все это дерьмо с головой, сидела там, культивировала это в массы, популяризировала и получала за это денежку. Мне не стыдно за этот проект, я не вижу в нем ничего ужасного. Ксюшенька, а если ты не видишь ничего ужасного в этом, то ты как раз из этой же самой прослойки, что и дом 2. Зачем ты тогда себя отграничиваешь от этих людей? Ну ты же сама оттуда. Ну ты же сама это только что подтвердила. Это простая жизнь простых людей. Она такая, она может вам нравиться, не нравится, но эти люди правда так разговаривают. Эти люди правда так разговаривают в жизни. Хорошо, мы в это можем поверить. И претензия наша в том, что это показывают по телевизору. В мире много всякого дерьма существует, но не все это дерьмо показывается в телевизоре. Ты руководила проектом дом 2, была его флагманом, вот этой бабой с голыми титьками на корабле, которую приделывали раньше мореходы. Вот на доме 2, на этом кораблике, ты была вот этой, устремленной вперед, вырезанной из дерева. Они правда целый день сидят на кровати и обсуждают, Вася, что там Маша, Маша, почему там Петя сегодня не к тебе пришел, а Коля. Маша, Коля, Оля к Пете, Ксюша, вот ты одела очки, красиво оделась, красивую прическу сделала, да, пытаешься себя умным человеком каким-то показать, но ты не понимаешь, что тебе пытаются сказать. Ты либо понимаешь это и порожняк нам вот этот вот выдаешь, просто потому, что тебе нужно как-то отбрехаться от обвинений, либо ты действительно не понимаешь, тогда ты тупая, как пробка от бутылки. Конечно же, многим людям интересно, Маше интересно, что там у Оли с Петей, а Пете интересно, что там еще у кого-то с кем-то. Самое главное, как это подается в камеру, в телевидении. Можно интересно посидеть и пошушукаться там, а вот знаешь, там она там с этим там, а другое, когда мы видим вот это смрадное месиво из быдлой фраз и драк и хамства, которое на нас льется с экрана. И ладно, человек, который умный, он от этого защищен, он этого не смотрит, но подрастающее поколение, многие зомбировались с твоей передачкой. Вот главное к тебе претензия, Ксюша. Это реальная жизнь, это то, что нас окружает, и в этом смысле я считаю, что показывая, это вообще главная моя стратегия моего телевизионного образа. Я как раз считаю, что показывая какие-то вещи, которые нам не нравятся, показывая какие-то негативные явления, ты добиваешься гораздо больше, чем показывая явления позитивного характера. Чушь, конечно, это умопомрачительное. Тогда уж сделай передачку, где крупным планом будет показываться, как человек сырёт или блюёт. Уровень будет практически тот же самый. Это неприятно смотреть. Это лучше, чем показывать, как человек, там, ест мороженое или нежится в лучах восходящего солнца. Показывая дерьмо, Ксюша, ты говоришь, это больше пользы приносит. Вообще не так это работает. Это спорный вопрос. Вы можете со мной не согласиться. Это, знаете, как лирики и физики. Они никогда не согласятся. Ксюшенька, это не лирики и физики. Это вменяемые, адекватные люди и либо полностью безбашенные имбецилы, либо такие, как ты, лицемеры, которые прикрываются какими-то хорошими помыслами, чтобы показывать людям дерьмо и получать за это денежку. Есть концепция другая. Добиться позитива, но через все равно некие негативы, через усиление того, что не нравится нам всем, а в том числе мне самой. Э, ты че? Ты там с ним, что ли? На тебе, сышка! Сюша, такое не может привести к позитиву. Показ подобных вещей к позитиву не приводит. Чушь, которую ты сейчас нам пытаешься выдать вместо ответа, это непроходимый идиотизм какой-то. Зачем? Ты считаешь нас какими-то глупыми людьми, что ли? С для чего ты это все говоришь? Но это же ерунда какая-то. Знаете, как в одном из моих любимых фильмов «Бойцовский клуб» есть замечательная фраза, что добро может родиться только из зла, потому что ему просто ниоткуда больше родиться. Сюшенька, давай я сейчас на заборе накидаю пару интересных философских сентенций. У них будет столько же прав на существование. Зачем ты пытаешься себя сейчас выгораживать, притягивая какие-то дурацкие фразочки из фильмов? То есть ты считаешь, что если это американский голливудский какой-то дорогущий фильм, и там прозвучала какая-то фразочка, это уже изречение какого-то философа, который всю жизнь просидел в горах и набрался мудрости где-то там, да? Под сводами небес. Нет, Ксюша, нет. Я считаю, что показывая «Дом-2» с реальными проблемами этих людей и их взаимоотношений, ты добиваешься гораздо больше, потому что человек, смотря это, понимает, что я так не хочу. Я не хочу свою жизнь провести так. И это тоже некий позитивный опыт. Человек, смотрящий «Дом-2», понимает, что он ненавидит эту страну, в которой он живет, потому что если здесь люди живут и ведут себя вот так вот, как показано в телепередаче в этой, то это очень тоскливо и беспробудно. Это навевает только озлобленность, потому что, ну, ты живешь в одной стране, вокруг тебе и так столько всего плохо, а ты людей кормишь вот этим, и у человека может совсем последний свет в окошке вот так вот закрыться, из твоей передачи. Ну, омерзительно же. Неправильно, нечестно, нехорошо это, Ксюша. Ксюша, где твоя совесть? Пора бы ее уже откуда-нибудь достать. Вон у тебя какая красивая одежда. Там наверняка много кармашков. Поищи там, Ксюша. Совесть должна отыскаться. Если у тебя ее нету где-то в груди внутри, то, может быть, где-то она в кармашке лежит и ждет, когда ты ее вытащишь. В этом смысле мне не стыдно. Я буду продолжать этот проект. И несмотря на то, что одновременно я делаю серьезное интервью в журнале GQ, работаю колумнистом самых серьезных... Ксюша, подожди, нам не интересны твои интервью серьезные, которые мы тебя сейчас спрашиваем о определенной проблеме, которая в течение многих лет терзала нашу страну и терзает до сих пор. Этот чертов Дом-2. Отвратительное зрелище. Ты, оделая очки, пытаешься выставить себя за человека совершенно другой прослойки. Но вот же, посмотри, как ты ведешь себя сама в Доме-2. Как-то это очень похоже на все остальное, то, что там происходит. Вообще, почему ты постоянно задаешь вопросы? Потому что я задаю вопросы умнее, чем ты. Извини, пожалуйста. Да, конечно, да. А ты можешь посидеть, поступить. Это ты можешь посидеть, поступить. Да, посидеть, поступить. А лучше еще будет... Знаете, стесняться Дом-2 в моей ситуации, это как богатому новому русскому стесняться старой мамы в облезлом джерси и в топтанных туфлях. Понимаете? Вот она плохо может быть, эта мама у него старенькая одета. Но это его мама. Этого нельзя стесняться. Ой, дурак. Ксюша, аналогия просто идиотская. Ну пойми, если человек, как ты говоришь, приводишь пример, новый русский, богатый и весь такой упакованный, а его мама ходит в нищенской одежде, то, конечно же, ему стоит этого стыдиться. Потому что у него есть все ресурсы, чтобы одеть свою маму. Одеть ее в крутые шмотки, в дорогие, в красивые, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Пусть она не знает, где это продается, ты можешь просто взять ее, посадить в машину, привезти, купить ей это все. Ксюшенька, если ты приводишь какие-то примеры, чтобы отстоять свою точку зрения, то нужно хотя бы подбирать их более-менее, чтобы они не казались смешными. Но это же ерунда какая-то. Дом-2 это мой первый проект, который дал и до сих пор входит в десятку самых рейтинговых проектов нашего телевидения. Слушай, да нас не волнует, что он входит в десятку рейтинговых телепередаев. Если это говно, разжижающее мозг людям, нации нашей, какая разница, какие у него рейтинги? Наоборот, тебе это только больше позора. Чем больше рейтингу такой передачи, тем больше тебе позора. И это значит, что твоя передача действительно влияет на молодых людей. Раз у нее рейтинг высокий, значит, это нравится людям. А если это нравится людям, значит, ты этих людей этому научила. Это то, что дало мне первый старт, и я не буду это отрицать и не буду этого стесняться. Многие люди пытаются грабить банки, чтобы стартовать в жизни. То есть украсть кучу денег, а потом сказать, все, я хороший, теперь у меня много денег, теперь у меня квартира, машины и все это. Я могу ездить по заграницам, у меня дорогие дачи, коттеджи везде понастроены. Теперь я буду хорошим человеком. Но я не буду хорошим человеком, когда у меня ничего этого нет. Чтобы добиться всего этого, я стану плохим. Я пойду по головам, я размажу костью любому, и морально, и физически, но я доберусь до денег, что бы это ни потребовало. Ограблю ли я банк, или буду ли я продавать наркотики. Да, Ксюша? Я приду к своей цели, заполучу эту кучу денег, а потом стану хорошей. Потом мне будет не стыдно. Ну просто это же мой старт был. Ну как вы не понимаете, люди? Теперь я богатый, у меня все есть, и теперь я хорошая? Понимаете, даже в том же Доме-2 ты можешь делать вещи, направленные на созидание. На созидание? Это какие же? Когда ты помогаешь этим людям, пусть они глупее тебя в чем-то, пусть они хуже образованы, пусть они йокрут и говорят ихнее. Не важно, они люди, и люди, которые хотят быть счастливыми. Если ты поможешь в этой жизни хотя бы одному... Ксюша, ну ты нам так и не сказала, как ты помогла хоть одному человеку на Доме-2? Петю с Олей помирила? Или Герасима с Муму что ты сделала? У меня был период, я думаю, что у студентов молодых этот период тоже должен быть, и это нормально, когда тебе хочется заработать денег, карьеру какую-то сделать, все для себя, про себя, все как-то вот грести к себе. Это должно быть в любой жизни, потому что ты становишься на ноги, ты хочешь заработать. Ксюша, зарабатывать деньги – это хорошо, но если ты зарабатываешь деньги, идя по головам и уничтожаешь души и разум людей других, то такого быть не должно. У нормального, адекватного, цивилизованного, культурного человека это неприемлемо. Ты опять учишь людей плохому. Я же тебя просил, Ксюш, ну посмотри в кармашках, ну где-то же там должна совесть быть, ну что такое это? Ну это все-таки, ну как-то надо как-то поискать. Зачем дом 2? Послушайте. Бабки люблю, понятно. Их все любят, Александр. Что каждый вынужден каждое утро или каждый вечер шептать себе в утешение за эти заработанные деньги? Вы знаете, когда я просыпаюсь и смотрю в зеркало, мне на себя смотреть не стыдно, потому что я не делаю ничего ни на телевидении, ни в своей личной жизни, чтобы заставило меня стыдиться самой себя. Задом повернись, задом, задом. Губы, 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 Ксюша. О, два пальца, два. Вот. Шампунь, лошадиная сила. Мы не ходим здесь еще раз, сказали, мы подводку записываем. Вы что, не слышите? Вы отебел, что ли? Мы не ходим здесь. Обратно вернулись, мы записываем подводку. Обратно вернулись. Заебарасы. Кому НРБК интересно вот этот весь позорище? Ну, нельзя говорить в камеру, там, выйди, дай мне спокойно помастурбировать. Ненавижу пьянку. Я, кстати, не пью. Я прям выпилась так. Андрюх, убери камеру, Андрюх! Нет, ну если за это не стыдно, то за что тогда может быть стыдно? Не знаю, может быть, бомжа облизать на камеру или прийти на вручение премии вымазанной в говне? Ну, такой, знаете, пик эпатажа. Ксюшенька, ну вот помимо других аспектов, которые так, как бы, напрашиваются сами собой, напрашивается еще один. То есть ты пошла на выборы отобрать голоса у Навального. Потому что единственный нормальный оппозиционер это он. Ну, чтобы немножко размягчить этот туго стягивающийся кулак. Ксения, ты понимаешь главную претензию к себе? Твой путь абсолютно пораженческий. Почему ты так считаешь? Потому что ты не выиграешь. А что, а Навальный бы выиграл эти выборы? У Навального это не выглядит, в отличие от тебя, договорным матчем. Ты действительно не понимаешь? Ты не понимаешь, почему это похоже? Еще раз говорю, я не буду, я не очень понимаю, в чем идея такого разговора. Смотри, в том, что ты не думала об этом еще совсем недавно. Ксюшенька, ну нельзя же просто так взять, прикрыть срамные трусы, одеть очки и делать вид, что ничего до этого не было. Твое участие в выборах президента, это все равно, что если бы в США Пэрис Хилтон бы начала бороться за этот пост. Ну, неужели ты думаешь, что тебя всерьез кто-то будет воспринимать? После той херни, которую ты творила годами, ты сейчас хочешь, чтобы вот эта вот кислотная бороздка, которая у всех проходит в черепной коробке от одного упоминания Ксении Собчак, чтобы она как-то исчезла у людей из голов? Ну, такого же не бывает. Ну, Ксюш, ну как? У тебя программа хоть предвыборная есть какая-нибудь? Ну, ладно, хорошо. Ксюшенька, как бы ты охарактеризовала себя, ну, в нескольких словах буквально? Я вот конкретно бацила гнуси. Я бы так себя назвала, поэтому, в принципе, стоит мне куда-то вот внедриться, гнуси начинает распространяться. Бывают такие вот проститутки, которые уже все, клейма негде ставить, и они уже кайфуют от профессии. Кайфуют от профессии? А, Ксюшенька, ты точно уверена, что стоило это говорить? Я человек, который готов принять на себя вот все это говно, которое льется сейчас на мою голову со всех сторон. Выборы закончились. Ты не победила. Что ты делаешь дальше? Я не знаю, я... Ну, я полагаю, займешься тем, чем занималась до этого. Какие наркотики ты пробовала? Я много чего в жизни пробовала, чего скрывать. Да, я пробовала наркотики. Ксения Собчак. Наш президент. Ксения Собчак. Здравствуйте. Я Ксения Собчак, и мне есть что терять. Я хочу, я хочу влиять на власть. Я хочу, чтобы была создана партия, которой я смогу назвать, что это моя партия. И тут чудо, завтра. Мы против людей, а красивых, как я это делаю на один. Я полагаю. Спасибо. Ксюш, дорогая, ну ты же видишь, во что выливаются твои попытки прийти к обычным людям, к обычным гражданам с какими-то умными мыслями, с твоими. Ты живешь в этом золотом мерке вечеринок и клубов и всех вот этих вот мероприятий, которые показывают по федеральным каналам. Тебе платят. Ты едешь на машинке от одного места до другого. У тебя своя жизнь, у тебя все получилось, ты достигла всего, чего хотела. Тебя показывают, ты богатая. Ну зачем было вылазить из этого теплого, уютного мирка, Ксюш? Ну для чего тебе вот эти вот все вот нападки нужны? Ну выслушивать всю вот эту вот гадость, которую люди говорят, вот неблагодарные. Ну зачем это тебе все? Улыбайся, пляши, развлекайся, ну... Русский человек долго жил в таких условиях, когда обстоятельства, смена политической обстановки, смена власти, революции и все прочее приводило человека к нищенским условиям существования. Он привык терпеть невзгоды, тяготы и все прочие неприятные вещи, которые характерны для нашей страны. Теперешнее наше время не исключение. Каков предел будет этого терпения, неизвестно, но известно совершенно точно, что русский человек, он очень терпеливый. И многие люди могут терпеть многое. Но когда вот и человека пытаются сделать совсем уже дурака, конечно же, немножко у людей начинает протест острый, выливаться вот в такие вот высказывания. Ведь человек, стремящийся к власти, попав в нее, совершенно не знаком обычному обывателю, обычному гражданину нашей страны. То есть он видит какое-то лицо и образ, который это лицо создает. И этот образ, этот политик, несет от начала до конца. В большинстве своем. Но все-таки население нашей страны замордовано не настолько, чтобы этот диссонанс, который является собой Ксюша Собчак, принять и забыть. У человека, живущего в нашей стране, совершенно четко, есть образ, который несет себе Ксюша. Вот этой вот достаточно вольной дамы, которая любит выпить, где-то что-то, может быть, понюхать, покурить, заскандалиться словесно или телесно. И человеку власти. Это большой диссонанс. У человека даже меньше диссонанс вызовет совершенно неизвестный ему какой-то там вельможа, пусть даже с каким-то неприятным лицом и с неприятным голосом, но тем не менее он будет изображать из себя сурового, достойного какого-то там политика. И нашему человеку, живущему в нашей стране, это будет принять гораздо проще, чем Ксению Собчак. Опять же, вопрос наш, самый главный, Ксюши, зачем? Зачем все это? Либо ты действительно считаешь население страны полными дебилами, которым можно одеть очки, красивый пиджачок и офисную юбочку и сказать что-то, а вы знаете, ребята, это было раньше, а теперь я другая. И человек это примет. Если это так, то к умственным способностям Ксении, конечно, есть большие вопросы. Если Ксюша сама это понимает и не верит в это, но все равно это делает, то опять же вопрос повторяется. Для чего? Ответ прост. Очередной хайп. Хорошо же, когда ты писатель, журналист, критик, очень много пальцев можно загибать, кем у нас является Ксюшенька, а еще и кандидат в президенты. Представляете, какое резюме сумасшедшее? Это же такое уважение вызовет, когда она поедет куда-нибудь за границу и там сможет об этом где-то рассказывать или вообще просто любой человек, поехавший за границу, и когда про него узнают, что он в своей стране являлся кандидатом в президенты, это же какой вес, какое уважение. Но только, я, к сожалению, Ксюшенька, хочу тебя огорчить. В нашей стране ты вызовешь еще больше негатива в сторону своей персоны в поползновении в президентство. Ну и самое печальное во всей этой ситуации, феномен Ксении Собчак породил такие образы, как Шурыгина и Сычева. Тех девочек, сидящих дома, которые неожиданно поняли, что ради славы и денег можно, в принципе, вести себя как угодно, говорить что угодно и делать что угодно. Главное, чтобы это привело к результату. И неважно, чьи судьбы от этого сломаются или какое будет впечатление от этого у других людей, это все отходит на второй план за вот этот сияющий олимп известности и богатства. Да, Ксения Собчак не была замечена в скандалах с изнасилованиями, но ее скандальное поведение, именно то, почему она стала известной и популярной, и навело остальных таких вот девочек на мысль, что успех ближе чем они могли предполагать и схватить его за горло можно и нужно, несмотря ни на какие последствия. Это было мнение. Ну а с вами был Сокол истинный маг. Да пребудет с вами сила. Ксения Собчак кандидат против всех. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова